Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас последняя уже начинается неделя старого года. Завтра будет у нас 31 декабря, как будто бы, да? Если так можно сказать, что будет последний день года и начинается новый цикл. Кстати, интересно, что по факту месяц Тишерей это седьмой месяц от начала года. И мы знаем, что есть четыре новых года. Да? Вот. Поэтому все очень неоднозначно в этом мироздании, в котором мы с вами оказались. Все очень неоднозначно. Хорошо. Всем бутер ТОВ, бутер ОР. Бутер это ясный. Левокер это как ясный. Проясняющий. Тор это проясняющий свет. И сегодня мы проясним кое-что. Значит, сейчас мы подходим уже к окончанию годового цикла Торы. Сегодня мы начали читать главу, которая называется Ваилех. Ваилех. Сегодня первый день главы Ваилех. И ушел. Дословно переводится. И ушел. Это вот последняя речь Маше Рабейну. Начинается со слов Ваилех Маше Ваедабер. Это двори Маэле. Ирколи Сраэль. И пошел Маше. Да? Интересно, что создание еврейского народа начинается со слов И пошел. И Маше. И пошел. И ушел. Пошел. Ушел Ваилех. И слово Лех. Знаете, какая дематрия слова Лех? Лех Леха. Да? Лех это дематрия 32. 32. 32. Дематрия слова Лех. 32. Что-то было связано с этим 32? Не помню. Лех Леха. Лех Леха. 32. 32. Не помню. Но что-то было связано с этой дематрией. Это не просто аж так, да? Лех Леха. 32. 32. И 32. 96. Лех Леха. 3 раза. Не помню. Если вспомню, я скажу, что было связано с числовым значением, слово 32, но что-то точно было связано. Лех Леха. Иди к себе. 32. 32. А? Лех это 50. А, я ошибся. Стоп, стоп, стоп. Что я говорю? Да. Лех это не 32. Это Лев 32. А Лех это 50. Мне сын подсказывает. Правильно. Значит, Лех Леха, это когда Бог сказал Аврааму, когда Бог сказал Аврааму про отцу Аврааму, он сказал Лех Леха, он говорит, иди к себе. И Лех Леха, это 50 плюс 50 равно 100. И в 100 лет у него родился сын Ицкак. То есть, в 100 лет он достиг вот такого совершенства. Значит, хорошо. Мы продолжаем читать главу. И сказал, ваел их Моше. И пошел Моше. Вайдаберет адварим аэле эль колесраэль. И говорил он слова эти всему Израилю. Значит, вайомер адаем. И сказал он им. Бен мэ вэстрим шана анухи айом. Он говорит, все, друзья, мне 120 лет сегодня. У него было в тот день, когда он это говорил, это было седьмое адара. Седьмое адара, это день рождения Моше Рабену, и умер он седьмого адара. Он в один день и умер, и родился. Значит, лоухаль от лацет лаво. И он говорит, не могу я больше выходить и заходить. И Бог сказал мне, не перейдешь ты эту реку Ярден, ты не перейдешь. Значит, во сколько женился, мы не знаем. Во сколько Авраам женился, потому что он женился на Саре. Мы точно не знаем, во сколько он женился. Мы знаем точно, что у него первый сын родился 8-7 лет. Это был Ишмаэль от Агаре. А второй сын, Ицхак, родился ему было 100 лет. Это мы точно знаем. Значит, Раша здесь объясняет, что сегодня исполнилось мне, как бы восполнились все мои годы. В этот день я родился, и в этот день я ухожу. Сказал Моше Рабену. Он знал точно, и это очень интересно, да? То есть он знал, что он выходит из этого мира. До этого эти люди, которые были вот эти великие люди, пророки, цадики такие, да, праведники, он точно знал, когда он уходит. До этого мы знаем, что первого Ава, первого числа месяца Ав, умер Аарон, ушел из этого мира. Прямо так и написано, ушел к отцам. То есть они были на таком высоком уровне, что у них переход из этого мира, он происходил не так, как вот человек обычный умирает, да? Обычный человек, он, во-первых, не знает дня своей смерти. Во-вторых, если он даже знает день своей смерти, он боится, он опасается переходить в тот мир. Причем чем он больше злодей, чем у него меньше связи с духовным миром, тем он больше опасается. Чем он больше праведник. То есть если он всю жизнь к этому моменту готовился, то ему момент перехода, он для него очень, я слышал, как многие, ну, великие раввины, они уходили. Даже вот папа Любавичского Рэба последнего, недавно, что я слышал, он, когда почувствовал, что ему вот умирать пришел момент, он сказал, все, пора уходить. И ушел. Значит, другой, как мне рассказывали, как Равыцкак Зильбер, он уходил, он позвал Равбинсон, Равбинсон прочитал, есть специальная книга, называется «Маавар Ябок», «Переход через реку Ябок». Он прочитал эту книгу Равбинсон, ему Равыцкак послушал, попрощался и ушел. То есть здесь Маша Рабейна, он собрал весь народ Израиля и говорит, смотрите, сегодня мне 120 лет исполнилось. Не смогу я больше выходить и заходить, и Бог сказал мне, что я не перейду реку Ярден. Хорошо. Значит, Ашем Элокейха у Оверлифанеха. И он говорит дальше к еврейскому народу, но он, интересно, он обращается вот индивидуально к каждому. Ашем Элокейха, Бог Всесильный Твой, у Оверлифанеха. Он идет перед тобой, Уяшмит, это Агуимаэле Мелефанеха. Он уничтожит народы эти перед тобой, народы, которые населяли эту землю. Это были идолопоклонники страшные вообще, которые зло возвели в культ, да, то есть для них они служили злу. И Всевышний, он уничтожит перед тобой все эти народы. Вейриштам, и ты унаследуешь эту землю. Яушуа у Оверлифанеха. Яушуа, он пройдет перед тобой. Кашерди Берашем. Как говорил Бог. И это очень интересно, очень интересно. Сегодня короткий отрывочек, вообще эта глава очень короткая. Что, как устроена система. Система устроена так, что Всевышний, весь этот мир это Всевышний. Весь этот мир это проявление Всевышнего. И начинается это проявление Всевышнего безграничной, бесконечно непостижимой. Начинается это проявление в каком-то очень, назовем это, высокий, но далекий, высокий духовный мир, который называется Ацелут. И он вот там начинает проявляться. Потом проявляется такая идея его, да, это хохма, божественная мудрость. Потом эта божественная мудрость, она уплотняется, уплотняется, уплотняется. И вся эта система, она оп, и каскадами, каскадами, каскадами приходит в этот материальный мир. Никто же не возражает, что весь этот материальный мир это энергия. Это уже доказали физики, химики, наконец-то они поняли, что весь этот мир, если глубоко копнуть, это энергия. И она откуда-то берется, есть какая-то сила, которая ее формирует, трансформирует в формы. Но сила-то эта, она находится вовне, то есть закон, например, всемирного тяготения, сила вовне, он влияет на материальный мир. Закон какой-то еще там и так далее. Энтропия, что-то распадается, что-то там собирается и так далее. Я вчера слышал удивительную такую вещь, не знаю, насколько это правда, но очень было интересно. Значит, известно, что Машех, Гюла, освобождение, да, вот как был исход из Египта с чудесами. Также следующий Гюла будет, да, когда начнутся чудеса и привычный ход материального мира, он изменится. Так вот, это будет тоже в Ниссане. Тоже в Ниссане, значит, в Ниссане, это месяц такой Ниссан, да, когда выходили из Египта, когда Песах. Так сказал вчера во время Шаббата один человек, он говорит, а почему так? И говорит, что вот сейчас физика, она доказала, не знаю, насколько это правда, ну, может и да, может. Надо проверить, что если взять стакан воды, вскипятить его, и потом вода остыла, стала холодная, и потом взять второй стакан воды нетипяченая, которая не тепела, и два этих стакана начать нагревать, то тот стакан воды, который тепел уже, он степит быстрее, чем тот, который не тепел. Это, ну, надо, я не знаю, насколько это правда, но очень похоже. То есть, возможно, вода запомнила вот это состояние тепения каким-то образом внутри, информационным кодом каким-то, и то, что уже тепело, оно дальше будет еще раз тепеть. Теперь, значит, духовный мир, духовный мир, он пронизывает все, весь этот мир, но чтобы постигнуть этот духовный мир, мы изучаем Тору. Изучая Тору, изучая о Всевышнем, изучая о Душе, а Душа это как модель, человек это модель всего мира. У человека есть материальное тело, и у человека внутри есть Душа. Этот мир, он материальный, а внутри этого мира есть духовное наполнение, это Всевышний. И получается, что, значит, в человеке есть Душа, в мире есть Всевышний, вот это духовное наполнение. И когда ты изучаешь, то есть, что значит человек изучает про Всевышнего или про свою Душу? Он берет свое внимание, а внимание человека это его энергия, это его как фокус внимания. И он направляет это внимание на какие-то идеи, какие-то мысли. И с помощью этой мысли человек, он цепляется за эту мысль, и мысль, она его соединяет с тем, о чем эта мысль говорит. То есть, если, например, сказать слово лимон, ну, простой пример, понятный всем. Если мы говорим слово лимон, лимон, и говорим, когда лимон режешь, то лимон, и режешь его, и такой берешь его, засовываешь в рот и жуешь. И вот этот сок, когда он льется по языку, лимонный сок, и когда говоришь эти слова и представляешь себе то, о чем говорится, то в организме включается выделение слюны. Это так оно работает. Теперь, когда говоришь о Всевышнем, когда изучаешь штору, когда говоришь о своей душе, в этот момент ты соединяешься с душой, и происходят какие-то изменения. Теперь есть такие специальные люди, праведники, вот Маше Рабену, пророк был, вообще пророк пророков, есть пророки, которые, они постоянно своим вниманием, они соединены со Всевышним. То есть, их внимание ни на секунду не отключается от Всевышнего, и через них начинает идти этот свет. Нам сегодня это понятно, как, есть такие приборы сейчас, усилители Wi-Fi называются. То есть, если в квартире, большая квартира, и тебе хочется, чтобы в какой-то далекой комнате был Wi-Fi, ты берешь, вставляешь в розетку вот этот прибор, и он берет этот Wi-Fi от центрального прибора, и он усиливает его, передает на другие этажи там, или в другие комнаты. Теперь, вот эти праведники, вот эти праведники, это такие усилители божественного света. И Маше Рабену, это был просто, Всевышний с ним соединился полностью, и каждая его жизнь, каждое его слово, каждое его движение, это было проявление Всевышнего. Теперь он ему 120 лет, и говорит, он народу, да, говорит, все, теперь я уже не могу выходить, заходить, я ухожу в следующий мир, до свидания, этот уровень у меня закончился, и в Торе всегда, когда кто-то уходил, написано, что душа перешла, присоединилась к отцам, да, потому что уже те поколения предыдущие ушли, они там в том мире дальше двигаются по этажам, в зависимости от того добра, который они сделали, и тут как раз вот нам сегодня станет понятно, перед каждый день приводится одно из, одно из высказываний Рэбы Последнего Любавического, и вот сегодня такое высказывание, которое очень много дает понять, как работает. Значит, всем, кто, этот урок, всем, чтобы было РФА, чтобы было полное выздоровление, все, кто сейчас находится в состоянии болезни, чтобы Всевышний дал силы вернуться в состояние нормы, и после этого, чтобы Всевышний дал мудрость в состояние нормы, понимать, что это все от Всевышнего, и каждый день за это благодарить Всевышнего, что состояние нормы, это уже чудо. Дальше, значит, сказал сегодня Рэбы очень удивительные слова, вот давайте посмотрим, мне кажется, что они перед Рошашана, они очень могут дать большое, большое, ну, большую пользу, да, назовем так. Называется, две вещи он сказал сегодня, да, первая вещь, это благословение Всевышнего, вот что обогащает. Беркат Ашем и Таашир, значит, благословение Всевышнего, оно обогащает. Значит, он объясняет, как это благословение Всевышнего обогащает. Он пишет, что те, кто занимаются нуждами общины в области благотворительности и укрепления еврейства, и Адута, очень важно, чтобы все евреи обязаны, просто обязаны соблюдать заповеди, и прям нет вариантов, и все, кто помогают другому еврею начать соблюдать заповеди, и это огромное, огромное влияние на мир, позитивное. И вот написано, сказал Рэбе, что Всевышний благословен он, не остается в долгу. За каждое хорошее дело, сделанное евреем, он выдает награду самым лучшим, детьми, здоровьем и обильным пропитанием. То есть, что здесь нам становится понятно? Понятно? Вот мы сейчас приближаемся к Роша Шана. Все хотят, чтобы следующий год был хорошим, чтобы было здоровье, благополучие и так далее. Вот он путь к здоровью, к благополучию и ко всему хорошему. Это благословение Всевышнего. А кому дает Всевышний благословение? Всевышний дает благословение тем, кто хочет быть со Всевышним вместе. А что значит быть со Всевышним вместе? Делать добро. Ну и дальше вот сейчас идет следующий отрывочек, называется «Обретение неба на земле». Говорит Рэбб о любая части. Он говорит, вот насколько, когда работаешь с информацией, вообще с любой информацией, нужно понимать, что когда мы видим какой-то информационный модуль, ну какие-то слова или какие-то, что-то нам кто-то рассказывает, насколько, насколько нужно вдуматься и увидеть всю картину в целом. Первая фраза. Говорит Рэбб о любавичестве. Не подавайте милостыни. Ну человек, который на этой фразе остановится, что он скажет? Он скажет, вообще, ну класс, вообще, вот это он совет дал. Не подавайте милостыню. Кто-то скажет, да не может быть, он такого не говорил. Вот написано, не подавайте милостыни. Но следующую, давайте прочитаем фразу. «Давать милостыню значит раздавать свои деньги, быть добрым. Но кто вам сказал, что эти деньги ваши? Эти деньги доверены вам, чтобы вы тратили их на добрые дела и на тех, кто нуждается. Пересмотрите свои оценки, говорит Рэбб. Делайте не то, что приятно, а то, что верно. Передайте деньги туда, где они должны быть. Это мы называем цдака. Цдака – это не милостыня, цдака – это справедливость. То есть, Всевышний дал тебе возможность, Он дал тебе избыток, да, у тебя есть то, что тебе необходимо. И Он дал тебе часть, чтобы ты эту часть передал тем, кому не хватает сегодня. Зачем Всевышний так сделал, что им не хватает? Это целая система, и Всевышний все предусмотрел. Возможно, кому-то нужно что-то понять. Возможно, кому-то нужно что-то исправить. Но то, что Он дал тебе сегодня возможность помочь другому и выполнить заповедь, и соединиться со Всевышним, когда ты выполняешь заповедь, это ты становишься как рука Всевышнего. То есть, ты с ним входишь в полный стопроцентный резонанс. То есть, это не ты даешь. Это ты становишься частью Всевышнего. И тебе повезло. И поэтому понятно, что нужно давать избытоку в тайне. Потому что, когда благодарят тебя, это ты получил как бы награду такую. То есть, это такой почет, самолюбие и так далее. А когда ты даешь в тайне и становишься рукой Всевышнего, то тогда кому благодарность? Всевышнему. И человек говорит, слава Богу, мне прямо с неба пришло. А что значит с неба пришло? Это как раз ты посланец того, что пришло с неба. И дальше, вторая фраза. Вот послушайте, это вообще очень интересно. Это очень имеет прямое отношение сейчас с Кроша Шана, когда все просят, чтобы был хороший год. А Рэбе говорит, не молитесь. Он говорит, не молитесь. Как не молитесь? Молиться значит полагать, что существует два разных бытия, два разных состояния. И одно, что это просит у другого. Я прошу Всевышнего. Это как будто бы я есть Всевышний, и это отдельно. Рэбе говорит, вместо того, чтобы молиться, соединитесь. Станьте единым целым с вашим Создателем. Тогда Божественная энергия пройдет через вас и через ваш мир, исцеляя больных, неся благословения. Это мы называем молитва. Тфила. То есть здесь невероятно сильное и мощное такое послание, которое, если его услышать, оно может в корне изменить подход к молитве. Вот обычно человек молится и говорит, дай мне, дай мне, дай мне. Тут он говорит, нет. Он молится, он говорит, Всевышний, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе. И я хочу и дальше выполнять твою волю. Я хочу дальше выполнять твою волю в здоровье, в благополучии, в успехе. Хочу, чтобы у меня было много ресурсов для того, чтобы помочь другим, для того, чтобы прославить твое имя, для того, чтобы было понятно, что те, кто служит Всевышнему, Всевышний всем помогает. Я хочу быть с тобой. И вот это главная суть молитвы. Соединиться со Всевышним. И когда ты... Становится тут вообще очень понятно. Есть такое выражение в Талмуде, что тот, кто молится за ближнего, ему Всевышний ответит в начале. То есть, когда ты молишься и говоришь, дай здоровье. Вот, например, я молюсь за всех, чтобы те, у кого сейчас, кто болеет, кто выздоравливает, у кого тяжелое положение, чтобы Всевышний дал вам полностью здоровье, счастье и благополучие, и выздоровление. И в этот момент, когда я молюсь, мне же от этого ничего нет. Я молюсь, чтобы Всевышний передал через меня, через мои слова, свое благословение тем, кому оно нужно. Но оно же через меня проходит. То есть, вот это то, что сказал Рыбе. Когда ты молишься и по-настоящему ты соединяешься со Всевышним, то тогда, понятное дело, что тот, кто соединен со Всевышним, у него будет, ну, у него все будет. И на этом работает вот такая вещь, что цадите праведники, они, их благословение работает, они все время всех благословляют. А спросят, а почему у него иногда бывает плохо? А вот этот вопрос, почему у него бывает плохо, он вообще не вопрос. Потому что цадику настоящему, ему плохо не бывает. Ему не бывает плохо вообще, как царь Давид, который был праведник, праведник, во всех войнах, везде. Он говорит, а я, говорит, даже если буду идти долиной смерти, он говорит, не случится со мной зла, потому что ты со мной. То есть, он видел себя проводником Всевышнего. У него, где бы он ни был, Всевышний действовал через него. Где бы он ни был, в какой бы там войне, битве и так далее, он был проводником воли Всевышнего. И он знал, что он будет или проводником в этом теле, или когда его тело, оно отпадет, как отпадает, как отпадает, я не знаю, кокон у бабочки, или как отпадает... В общем, когда оно отпадет, он выйдет из этого биоскафандра, он перейдет дальше, и дальше он соединится со Всевышним и будет уже без помех тела, будет получать свет Всевышнего, свет добра, любви и так далее. Это то, что Машарабену, он говорит, все, я входил-выходил, а сейчас я ухожу уже в следующий этап, в следующий мир. И дальше, последнее, что говорит Рэба, как раз перед Рошишной, это очень важно всем услышать, он говорит, не кайтесь, не раскаивайтесь, не давайте милостыню, не молитесь и не кайтесь, говорит Рэба Любависти, да? Это, кстати, можно вот так начать, например, какие-то диверии слова Торы, все скажут, как он мог такое говорить? А вот так мог, и дальше вы объясняете, он говорит, не давайте милостыню, имеется в виду, сдакает, а не милостыня, это справедливость, не молитесь, остановитесь со Всевышним одним целым во время молитвы, и что значит не раскаивайтесь? Он говорит так, раскаяние означает, что вы перестаете быть плохим, становитесь хорошим, но ваша суть хороша всегда, он говорит, вы не можете быть плохим, вы всегда хорошие, ваша суть хороша всегда, плохое только то, что снаружи, поэтому вместо того, чтобы каяться, вернитесь, вернитесь к своей сути, и к тому, что по праву принадлежит вам, это мы называем Чува, Чува это не раскаяние, Чува это возвращение, то есть у каждого внутри есть вот этот вот свет божественный, это добро, и это настоящее я, не те какие-то плохие дела, поступки, какие-то желания, которые вообще не мои, по-настоящему я, я настоящий, это божественный свет, во время, когда ты помогаешь людям, выполняешь заповеди Всевышнего, учишь Тору, молишься, этот свет, он проявляется более полно, и он очищает всю сущность человека, внешнюю, наносную, и в итоге человек становится полностью пронизанным этим божественным светом, соединяется со Всевышним, и что? И все, ему ничего не страшно, ему всегда хорошо, ему всегда весело, и даже если буду идти, бегает с алмавой, даже если вокруг будет, и что бы вокруг ни творилось, ло и рара, не случится зла, те ата и мади, потому что ты со мной, а когда Бог с тобой? Когда ты с ним? То есть, а ты с ним когда будешь? Когда ты захочешь, в любой момент, когда ты захочешь, ты учишь Тору, выполняешь заповедь, помогаешь кому-то, с мыслью, что это не ты помогаешь, а Всевышний действует через тебя, в этот момент ты полностью телом соединяешься со Всевышним, все, вот так вот, это самый такой приятный, хороший образ жизни. Вот, а что поможет нам? А, уже сегодня закончилось, ну, в тайне сегодня говорилось про любовь к Всевышнему, любовь к Всевышнему, это как пламя, которое идет вверх, которое все очищает, если ты внутри включишь вот эту вот тягу внутреннюю, да, самое главное, вот это самое главное, я прям не устану повторять, намерение, вросшешь она, и каждый день, если у тебя есть намерение служить Всевышнему, тебе нужно сделать только одну вещь, внутри захотеть, и когда ты внутри по-настоящему захотел, включил намерение, именно соединиться со Всевышним, все остальное Всевышний сделает за тебя, на всех своих путях познавай его Бога, он выпрямит все твои дорожки, в любой ситуации ты поймешь, что делать, как делать, или есть второе, что в Талмуде написано, тот, кто пришел очиститься, ему помогают, то есть когда у тебя есть вот это намерение, которое все, я хочу, я люблю Всевышнего, я люблю Бога, хочу с тобой соединиться, я хочу, помоги мне, дай мне возможности, дай мне возможность учить Тору, выполнять заповеди, дай мне возможность, моя цель соединиться с тобой, все, Всевышний все сделает, и об этом надо молиться вросшешь она, об этом нужно молиться каждый день, чтобы сидеть в доме Бога, все дни жизни своей, если ты уже в этом мире соединился со Всевышним, то естественно, ты уже все, праведники, и даже после смерти тела называются живыми. Они как были соединены со Всевышним, так когда тело отпало, они еще выше поднимаются, им еще легче быть со Всевышним. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня. Ктивава, Хатима, Това, хорошего года, чтобы были вы записаны и запечатаны во все хорошие книги. Все, до завтра, с Божьей помощью, завтра в 10. Пока.